друзья всем привет сегодня решила приготовить из того что есть скорее всего это будут яблочно творожные сырники у меня остался творог здесь вот немножко здесь пачка творога яйцо яблочки я натру на терке но и всего понемножку потом в процессе покажу что я добавляю и посмотрим что из этого получится из тех продуктов которые остались есть их никто не ест уже надоело или не хочется и что-то нужно было придумать и вот я решила и заодно снять видео и показать вам что же получилось и так приступаем сначала в водильную емкость выкладываю творог творог выложила теперь сюда буду разбивать яйцо думаю одного яйца мне хватит вилочка это все сразу можно добавить чуть-чуть соли прям буквально щепоточку так также я считаю наверно надо сразу добавить и сахар здесь я положила 2 столовые ложки сахара сразу думаю наверно можно добавить и остальные ингредиенты так сейчас я добавлю сюда это у меня мелкая овсянка я ее еще молола на измельчители здесь 2 столовые ложечки овсянки 3 столовые ложки это у меня манка думаю что наверное я обойдусь без муки попробую сделать типа полезных сырничков яблочно творожных так сейчас это я все размешиваю она бы пока будет стоять набухать от влажного творога от яйца овсянка и манка ну должны как бы набухнуть немножечко вот пока они на это набухает у меня все я потру на терке на мелкой яблоки можно на крупной думаю сейчас посмотрю думаю яблоки буду натирать наверное на крупной терке и прям со шкуркой попробуем нормально будет я так думаю так яблочко я натерла ой так отскочила на кстати уже не первый раз так прошлый раз я не помню что делала у меня весь сыр на полу оказался нужно очень аккуратно с такой теркой так теперь я это яблочко отправляю в эту массу и так думаю наверное мне будет мало одного яйца что-то мне так вот подсказывает что одного яйца мне будет мало так сейчас я тогда попробую это размешать так если что добавлю еще одно яйцо и миска у меня маловато но ничего страшного сейчас мы это все попробуем перемешать получится у нас такие здоровые пышные сырнички так еще забыла кстати добавить еще разрыхлитель можно сюда прям сразу ну где-то вот так вот чайную ложечку это вот пачка получается половинка разрыхлителя тоже туда вмешаю думаю нет добавлять яйцо еще не буду и скорее всего я просто буду влажными руками делать формовать типа сырничков и обжаривать на сковородке скорее всего руками до до этого я всегда сырники готовил у меня было тесто жидковатое и я делала обжаривала как оладьи а здесь у меня вот она накладывала ложкой соответственно влажной а сейчас наверное я попробую сделать это все слепить руками налила немного масла и сейчас влажными ручками попробую я руки мочу прям пускаю чуть-чуть водичку в раковину так попробую сделать вот так прям ложкой влажными руками можно было конечно заранее сразу наделать их положить на доску а потом просто обжарю ну в принципе какая разница можно делать это и по ходу думаю так наверно думаю можно было выкладывать еще и ложкой ничего страшного не было бы ну в принципе так вот может быть они будут получаться как более круглые что ли хотя так еще войдет одна или один все равно они немножко разные получается в принципе можно было наверное накладывать и ложкой и просто сформовать уже сковороде форму придать решила накрыть крышкой пускай немножечко та сторона обжарится так заодно пройдет как быть горячий пар но чтобы они побыстрее приготовились так проверяю что у нас там так я сейчас попробую накладывать все-таки ложкой следующую партию вообще получается вкусненько я думаю пахнет по крайней мере очень вкусно и на вид приятно так вроде они обжарились я их перекладываю тарелку и сейчас попробуем следующей ложкой так я считаю что нужно добавить еще масло немножко и теперь буду выкладывать ложкой посмотрим как у нас получится просто на походу поправлять хотя мне кажется все таки руками проще ну в общем попробовала и так и так такой вариант да все таки мне кажется когда тесто густое лучше делать руками что меня сегодня какое-то видео как разговорное такое не как обычно ну в принципе я люблю такие наоборот видео снимать где можно поговорить немножко может быть даже скоро перейду такое в разговорные рецепты хотя может быть кто-то и любит наоборот быстренько посмотрел что приготовить ну в общем вот так это все ложкой обжариваю все дальше до конца и посмотрим потом что получится но вот такие у меня творожно яблочные сырнички получились я их последние накладывала ложкой так сейчас посмотрим как они я возьму вот этот вот который похолоднее уже остывший немножко вот такие они получаются считать практически без муки овсянка и манка здесь выглядят вроде аппетитно пахнут приятно я так думаю что на завтрак или на перекус полдник вполне себе даже неплохие сырнички вот из того что у меня было в холодильнике я и приготовила куда-то нужно иногда бывает у нас так что куда-то нужно извести продукты начинаем придумывать куда ну вот как я придумала и в принципе это все получилось теперь вот их можно со сметанкой с чаем очень даже вкусно полезно и сытно так что готовьте с удовольствием готовьте из того что у вас есть придумывайте фантазируйтесь делитесь рецептами в комментариях можно что-то свое придумать что-то поэкспериментировать как обычно это делаю я подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить интересные видео будем с вами дружить до новых встреч всех вам благ пока пока